Всем привет, с вами вновь Фонтон Логвинов, и у меня здесь новенький ноутбук от Acer Aspire VX15. Вы, наверное, спрашиваете, зачем мне игровой ноутбук еще такой здоровый. Ответ простой, мне просто его прислали, типа, посмотри, скажи, что думаешь. Вот сейчас этим и займемся, давайте открывать. Никогда, кстати, не открывал игровые ноутбуки. Вообще, все ноутбуки, которые я когда-либо открывал, были на Windows. Здесь у нас краткое руководство на русском языке, все на русском языке, все приятно. Это краткий сетап-гайд. Здесь у нас стандартные истории вроде блока питания и, в общем-то, шнуры питания. Все, это все, что есть в коробке. В общем, не то чтобы меня это расстраивает. Но окей. А вот, собственно, и сам ноутбук. Что-то у меня настроение поднялось. Что-то я думал сейчас это что-нибудь скучное будет. Не то чтобы я мог просоцировать себя вот с этими красными полосками, но это игровой ноутбук для геймеров. Соответственно, все должно быть черным, красным и броским. А особенно клавиши V, S, A, D. Они же главные. Собственно, здесь у нас достаточно стандартный набор, за исключением того, что помимо обычного USB, есть еще USB Type-C. У нас есть кард-ридер. У нас есть три USB 3.0 HDMI и Ethernet-порт. Клеотурка довольно приятная. Собственно, машинка у нас это из доступного, так сказать, класса на Core i7 седьмого поколения. GTX 1050 это младший представитель архитектуры Pascal. Ну, это как раз подходящая история для ноутбука, потому что энергопотребляемость ниже. Производительность все равно достойная. В результате нормальное время работы. Ну, и, в общем-то, как и утверждается, эта машинка позволяет играть во все киберспортивные дисциплины, современные игры, ну, с доступной графикой. Понятно, что не на топ конфигурациях. Ну, а также, поскольку здесь все-таки инвидиевская карта, соответственно, все ShadowPlay, Unsell, да, это возможность делать фотографии в играх, фотографии на 360 градусов. Транслировать во все места, да, там, на Twitch, на YouTube, на Facebook тот же. Все это, естественно, с этой машинкой можно. Ну, а, собственно, как она себя показывает в деле, сейчас прямо подключим и проверим. Хопа! И вновь привет для вас на экране. Прошло всего несколько секунд, а для меня целых, там, 2 или 3 недели я уже сбил со счетом, потому что было много работы. Ну, и, в общем, я старался всячески брать этот ноутбук с собой, ну, и тестировать его по-всякому. Я смотрю, ты с головой в работе. Да. Вот голова, вот работа. Это ноутбук, это мобильность, играю где хочу. Aspire WX15, тестируем выклад, насколько хорошо работает выклад. Ну, и, в общем, после недели использования могу сказать, что единственное, что в этой машинке мне действительно не понравилось, это, к сожалению, ее экран, который на ТН-матрице, и, ну, он просто-таки не соответствует начинке этого компьютера, содержанию. С этой матрицей можно жить, более того, дохренича ноутбуков, большая часть, наверное, на ней, но даже зная то, что это вроде ноутбук такого среднего ценового сегмента, мне от него больше всего хотелось более крутого экрана, потому что в остальном он меня скорее удивил. Ну, то есть это там, да, не ноутбук, монстр, который там стоят 600-800 тысяч рублей, да, как любят делать все производители, топовая конфигурация. Это вроде как разумный ноутбук, но первое же удивление произошло, когда я запустил на нем Battlefield 1, и эта сволочь забегала на 50 фпсах. От этой машинки я ожидал 30-40, да, на ультрах, со смещением на высокие настройки или средние, оказалось, что нифига, вот, пожалуйста, включай ультра и бегай на картах посвободнее 50 фпс, где там большая застройка 40-45, и это очень-очень круто, это меня безумно удивило. Лично я думал, что, ну, GTX 1050, это такая, да, дешевая урезанная версия очередной видеокарты NVIDIA, оказалось, что вполне себе рабочая лошадка. Это, наверное, главное удивление. Вообще, это очень шустрая машинка, потому что здесь, да, последний Core i7 7700HQ на частоте 2,8 ГГц, 16 ГБ оперативки, и здесь может стоять как 1050, так и 1050 Ti. С Баттлфронтом чуть послабже, потому что, ну, видимо, менее еще оптимизированный тогда движок был. У него 35-40 фпс с ультра настройками, ну, за исключением, наверное, такой сложной монеты, как Эндр, где чуть-то просаживается. Вообще, сразу, да, скажу, что я, в общем-то, запускал те игры, которые мне было бы интересно, там, взять с собой в дорогу, во что бы я играл в пути на игровом ноутбуке. И традиционные дисциплины типа CS, GO, World of Tanks, вот то, ради чего люди берут игровые ноутбуки, меня вообще не интересует. StarCraft, да, тот же. Ну, тут, я думаю, понятно, что на этой машинке все летает. И, в общем-то, свеженькая Mass Effect Andromeda тоже удивила своей производительностью. К сожалению, на ультре не светит поиграть вот прям с шикарнейшим комфортом, потому что, ну, там, просадочки до 25 случаются, но на высоких все замечательно, 35-45 FPS в среднем. Что, опять же, для такого маленького ноутбука, по-моему, безумно круто. Я думаю, что про такие игры, как «Цивилизация», ну, вообще говорить не надо, все летает. Шутеры попроще, вроде Rainbow Six тоже, там, 45-50 FPS вообще без вопросов. Ну, то есть, я все думал, чему придраться, и, на самом деле, из всего того, что я протестировал, наверное, единственная игра, которая действительно, ну, удивила у меня своей низкой производительностью, это Ghost Recon Wildlands, и, наверное, в этот момент я стал понимать ту волну хейта, которая поднималась против этой игры в нашей стране, потому что, ну, во всем мире это громадный хит, так же, как и Division, но, да, вот Ubisoft на ПК что-то пока не могут в оптимизацию. Там, конечно, на самых высоких настройках 17 FPS, когда я запустил, я такой, эээ, я только что играл в Battlefield 1, там все красивее. Но стоило, конечно же, подопустить настройки до очень высоких. Уже побыстрее забегало, 27-30 FPS, а на просто высоких уже 35-45, в общем, средний показатель. Лиша цель, погоди-ка. Да спрячься уже! В общем, итог, меня машинка удивила. Я очень давно не наблюдал вообще за мобильным рынком, за рынком игровых ноутбуков, потому что у меня всегда была ассоциация, ну, что это хрень полная, уж тем более из среднего сегмента. Ну, то есть, я как всегда думал об игровых ноутбуках. Хорошая производительность есть только у топовых решений, вот как раз за полмиллиона каких-нибудь, где просто по максимуму все напихивают, но при этом это такие холодильники, да, точнее, обогреватели, которые с собой не поносишь, они тяжелые, их можно только куда-нибудь приносить, ставить, подключать. Просто такой удобный домашний компьютер, который легко переносить. Здесь все-таки уже есть мобильность, потому что это, да, там, 15-дюймовый ноутбук, довольно легкий. В активном игровом режиме, к сожалению, он живет только час. Ну, от игры, конечно, зависит, где-то два, но если брать, вот, Mass Effect, Battlefield, то, к сожалению, только часочек. В офисном режиме 5-6, то есть, не то чтобы в каких-то других ноутбуках я встречал по-другому, но это уже природа игровых ноутбуков. В принципе, нужно понимать, что сюда засунули реально очень мощную машинку. На удивление. На звук они, к счастью, тоже не поскупились. Довольно качественная звуковуха, приятный звук, динамики громкие, ну, то есть, мне все очень-очень понравилось. Очень разумно сделали то, что есть SSD на 120 гигабайт, а основное хранилище для игр и видео и всего остального, терабайтный, да, обычный жесткий диск. Короче, молодцы, производят впечатление разумно сделанного девайса, вот, за исключением, повторюсь, экрана, который, я надеюсь, следующие модели какой-нибудь все-таки исправят. Но в остальном, действительно, я был приятно, реально приятно удивлен. Я очень давно не следил за мобильным рынком. Это действительно, ну, какая-то рабочая история, а не какой-то там гроб непонятный. Единственное эксплуатационное, да, нарекание, ну, во-первых, конечно, большой довольно блок питания, напоминает об Xbox'е, ну, а второй момент, он вот здесь. То, что в стандартную, да, такую сумочку, в общем-то, рассчитанную на маленькие ноутбуки, он влезает, но влезает вот просто вот так вот, скрипя. Ну, и виной тому все-таки, наверное, выпендрежа с дизайном, который, наверное, безусловно, кому-то понравится. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если понравилось видео. Пишите, делать ли что-то про железо. Причем, ну, я намеренно, на самом деле, не хочу ничего делать про железо, вот, знаете, с моноклем, да, там, разбирая все во всех подробностях, вплоть там до номера и марки чипсета. Я всем этим когда-то занимался. Я даже много статьи писал в железный цех когда-то, да, там, в журнале. Тестированием этим занимался и подустал. Но, как показали ролики с Nvidia, вы как-то заинтересованы. Это, в общем, еще один такой эксперимент, потому что, ну, мне запросы приходят постоянно. Причем в конце того года Acer тоже предлагали дорогущий какой-то их очередной ноутбук протестировать. Я сказал, что нам не до этого. У нас тут завал, куча игр, релизов. Сейчас вот все закончилось. Можно выдохнуть и поэкспериментировать, ну, в каких-то других направлениях. Но я говорю, я хочу делать это в таком бытовом ключе, без задротства. Если вам так подходит, потому что больше времени на это я тратить не готов. Пишите, надо ли делиться впечатлениями от новых железок, интересно вам это. Ну и глядишь, если сойдемся, да, в таком каком-то формате простеньком, то буду делать мне, в конце концов, не сможем походить с новыми ноутбуками. Подписывайтесь, если вдруг не подписались. И до встречи в новых сюжетах. Лайкайте, не забывайте писать, что думаете. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова